ДИВАНЫ 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 Выбирая диваны, следует обращать внимание не только на их внешний вид, но следует понимать, для чего они вам нужны, каково их предназначение. Потому что, по сути, их можно разделить на две группы. Диваны, которые мы используем на каждый день для сна, и диваны гостевые для удобства. К примеру, данная модель, которую мы можем использовать именно для удобства. Здесь мы видим, что диван располагается очень правильно. Он подстраивается под нашу эргономику, под тело человека. Но опять же, нужно рассматривать. Каждый диван состоит из модулей. Может быть, вам нужен очень маленький, а может быть, вам нужен очень большой. Нужно знать свои размеры комнаты, прежде чем прийти и выбрать модель. ДИВАНЫ Диваны на каждый день для сна бывают двух видов. Это диваны, на которых можно спать поперек стены, и диваны, на которых можно спать вдоль стены. В данной модели можно использовать его и так, и так. Спальное место два на два. У таких диванов очень важно обращать внимание на определенные моменты. Диваны, которые раскладываются вперед, они все, как правило, состоят либо из трех частей, либо из двух частей. Нет дивана ни одного, который раскладывался бы вперед, полностью имел бы идеально ровное спальное место, идеальный матрас. Они все будут состоять из частей. Данный диван состоит из двух частей. Это высоковыкатной механизм. Здесь есть преимущество. Преимущество того, что нет третьего изголовья. Третье изголовье, как правило, это самая слабая часть у дивана, на которую нельзя оказывать какую-то большую силовую нагрузку. Здесь его нет. Это единое целое, единая платформа. Ломаться здесь нечему. Это самый, что ни на есть, надежный вариант, раскладывающийся вперед дивана, который можно использовать на каждый день для сна. Очень важно, чтобы при наличии стыков фабрика использовала очень качественный наполнитель, чтобы вы их не почувствовали. Все переходы не должны ощущаться. Они просто под вашим весом должны сглаживаться, выравниваться. И правильно распределяется нагрузка по всему периметру дивана. Хотела бы показать вам сейчас механизмы таких диванов, из чего они состоят и на что следует обратить внимание. Сталь здесь используется 5-миллиметровая. Это очень важно, потому что на весь этот механизм оказывается большая нагрузка. И это очень-очень важно, чтобы механизм был прочным. Обращайте внимание на то, как он собирается. Такие механизмы часто содержат болтовое соединение. Когда все на болтах, это приводит со временем к разбалтыванию таких механизмов, ну и не скажем так, что очень большой надежности. Здесь в данном экземпляре стоит расклепанный механизм. Это улучшает его надежность, ну и, соответственно, меньше звуков каких-либо дополнительных и очень долговечных. В такой конструкции размер ролика очень важен. Он используется точно такой же, как в роликовых коньках, вместе с подшипником, что сохраняет очень длительное время ваше напольное покрытие в первозданном виде. Есть еще один механизм, который раскладывается вперед. Сейчас я вам его продемонстрирую. Его часто называют итальянским кроватным механизмом. Раскладывается довольно-таки просто и образуется при этом идеальное ровное спальное место. То есть вы видите матрас, который лежит вот на таком механизме. По сути, его можно использовать для сна, но я бы не рекомендовала на каждый день, так как он по своей сути больше гостевой. Если вы посмотрите повнимательнее и уберете матрас, вы увидите, как он сделан. То есть это точечно спаянная решетка, на которую уже кладется сам матрас. Очень удобен в том, что маленький компактный диван, но при этом прекрасное спальное место. Но опять же выдерживает не такую большую нагрузку, как хотелось бы. Поэтому все-таки мы больше рекомендуем его выбирать как гостиный вариант. Выбирая диван, очень важно посмотреть, что внутри. Делайте либо это самостоятельно, либо просите продавца. Делается это очень легко. Поднимается часть спального места, и вы видите все, что находится в диване. Очень много нюансов, на которые нужно обращать здесь внимание. Очень важно обратить внимание на наполнитель, который есть в диване. Все наполнители делятся, скажем так, на две категории. Либо это пенополиуретан, нечто напоминающее губку. Либо это блок независимых пружин. Ну, наверняка, как видели в ортопедических матрасах, стаканчики, которые придают больше жесткости дивану. По сути, здесь нет разницы, что лучше, что хуже. Здесь выбираете вы сами. Что касается пенополиуретана, он бывает разный. Он весь качественный. Но есть производители, которые используют его в необходимом количестве и необходимой плотности в определенных местах. То есть здесь, на спальном месте, там, где он должен быть самым плотным. Жесткость и плотность – это разные вещи. Диван может быть жестким, но при этом пенополиуретан будет неплотным. Соответственно, диван вам не прослужит длительного времени. Максимум два месяца. По истечении которых вы увидите проседание дивана в определенных местах, где больше всего вы находились. Если у производителя есть техническая ткань, соответственно, производителю есть что скрывать. Ее не должно быть. К примеру, как здесь. Здесь видно, что ортопедический наполнитель, который используется в этом диване, поддерживается дополнительно прокладкой, войлоком, плюс еще ортопедическим основанием. Ведь важно не только, что внутри, но что и поддерживает. Здесь, в данном диване, используется пружина-змейка. Она стальная, имеет большой ход, что дополнительно дает возможность правильно подстроиться под тело человека. Очень важно обратить внимание на каркас, то, из чего сделан этот диван. Здесь вы видите присутствие сосны, дерева. На тех частях, на которые оказывается самая большая силовая нагрузка, должен быть бук. Бук считается одной из самых прочных пород дерева. На него может оказываться очень большая силовая нагрузка, при этом он не деформируется, он остается в первоначальном виде. Кроме того, существуют модульные диваны, часто пугающие своими размерами и своей ценой. Но на самом деле все просто. Можно такой диван подобрать под ваши размеры, исходя из ваших потребностей, и под ваш бюджет. Еще преимущество таких модульных диванов в том, что вы можете проявить свою фантазию. Вы можете подобрать под сложившуюся ситуацию. Может быть, у вас остались ночевать гости. А может быть, просто пришла большая компания. А может быть, дети, которым хочется поиграть, и можно из него построить домик. Всю мебельную обивку можно разбить, в общем-то, на две категории. Это натуральная кожа, либо это ткани. Если говорить о натуральной коже, то это дорого, это красиво, это статусно. Это такая же кожа, как и наша, за которую следует ухаживать. И ухаживать не так-то просто. Если вы не готовы отдавать большие деньги за диван, то я порекомендовала бы такую ткань, как микрофибра. Она была специально создана для того, чтобы ваш диван выглядел как в коже, но при этом по уходу была очень простой. Что касается еще одного типа ткани, это флок. Флок, в общем-то, как и микрофибра, я могла бы порекомендовать для тех, у кого есть животное домашнее, и особенно любящие поточить свои когаточки. Что касается типа велюр. Велюры это всегда роскошно. Велюры это всегда красиво, благородно, дорого. Как правило, велюры состоят из хлопка, в том числе из каких-либо еще дополнительных волокон. Также хочу вам представить такой тип ткани, как рогожки. В рогожках все диваны смотрятся объемно, красиво. У рогожек есть большое преимущество внешнего восприятия. Также рогожки очень приятные на ощупь. Если есть ваше домашнее животное, которое любит поточить когти, показать свой нрав, то, к сожалению, такая рогожка не справится с вашим питомцем. Появятся зацепки, которые нужно будет устранять. Также хочу представить вашему вниманию еще один тип ткани. Очень излюбленный это гобелены. Гобелены по своим свойствам очень износустойчивые. Они очень прочные. Его можно рекомендовать ставить в библиотеке. Также могу рекомендовать поставить на кухню. Так как материал, как вы видите, как картина и присутствует здесь огромное количество разных цветов, то, в общем-то, даже если что-то и произойдет на кухне, на даче, если вы что-то уроните, то его даже видно не будет. Поэтому очень удобно, в том числе, использовать и в детской комнате. В некоторых диванах можно заказать такие доп-функции, как бар, в который можно разместить в свою любимую коллекцию. Музыка. В общем-то, она, как правило, независимая. Можно поставить даже просто на зарядку iPhone, либо подключить его через док-систему, встроенные колонки. Также есть такая дополнительная опция, как независимый реклайнер. Можете расположиться так, как вам удобно. Пульт позволяет дистанционно управлять реклайнером. И также вы можете выбрать для себя удобное для вас положение, индивидуально под вас. За несколько минут всего не расскажешь. Но понятно, что при выборе дивана нужно обращать внимание на очень много деталей. Поэтому выбирайте диван правильно. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»